Добрый день, в эфире Спильну Ньюс и с вами Виктория Терентьева. Задуматься о референдуме как об инструменте социально-политических преобразований заставляет не только стремительная аннексия Крыма, легитимность которой обеспечил спешно проведенный крымский референдум, но и с какой последовательностью захваченные сепаратистами восточные регионы проглашают себя народными республиками и требуют проведения референдумов по вопросам самоопределения. Вчера Верховная Рада должна была рассмотреть вопрос о проведении всеукраинского референдума. Об этом министр юстиции Павел Петренко заявил журналистам в понедельник, 28 апреля, при этом тема референдума не прозвучала и за дополнительной информацией министр предложил обращаться к правительству. Напомню, что 11 апреля мэр Донецка Александр Лукьянченко предложил провести референдум касаемо изменений в Конституции одновременно с президентскими выборами. И Арсений Яценюк заявил, что парламент должен принять закон о местном референдуме, причем закон о всеукраинском референдуме должен быть изменен соответствующим образом. Среди актуальных вопросов референдума были названы статус русского языка и полномочия регионов. Вскоре после этого Виктор Медведчук в очередной раз потребовал проведения референдума, на сей раз с целью дальнейшей федерализации в Украине. В конечном итоге его ноябрьское пророчество о том, что референдум пройдет при любой политической погоде, имеет все шансы сбыться. Не смог стоять в стороне от этой темы и четвертый президент Украины Виктор Янукович. Он предложил провести референдум о президентской или парламентской форме правления в Украине. По крайней мере, именно такую информацию распространило государственное российское агентство ИТАРТАС, правда, без уточнения места и даты сделанного заявления. Между тем, вопрос о статусе отдельных территорий в Украине не может быть предметом местного референдума. По словам исполняющего обязанности лидера фракции Батькевщина Сергея Соболева, соответствующий всеукраинский референдум ориентировочно может состояться 15 июня этого года. Именно об этой дате шла речь на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в понедельник. Кроме этого, на заседании СНБО говорилось о необходимости принять отдельный закон о проведении референдума, поскольку референдум не может назначаться исполняющим обязанности президента Украины. Это может сделать только президент и соответствующий закон разового действия, скорее всего, будет вынесен на рассмотрение сессионного зала, начиная с 11 мая. Соболев считает, что этот закон должны поддержать все фракции парламента. По мнению политика, единственным легитимным референдумом должен быть всеукраинский, а не псевдореферендумы, которые предлагаются проводить референдум ради референдума. Просто смешно, по мнению Соболева. Тем временем, в Верховной Раде прозвучало предложение говорить не о референдуме, а о плейбисците относительно повестки дня соответствующего референдума. Ее высказал депутат партии «Гражданская оппозиция» Олег Коневец. По его мнению, проведение плейбисцита выяснит 10-15 главнейших вопросов, которые волнуют украинское общество. В то же время другие депутаты уверены, что вопросы эти общеизвестны, в частности Николай Томенко, относит к ним справедливый суд и эффективную борьбу с коррупцией. А вот заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера не исключает проведение 15 июня национально-консультативного опроса вместо референдума. Законодательных препятствий для такого опроса нет, поэтому наряду с выборами и референдумом опрос является вполне легитимной и одновременно более приемлемой формой осуществления демократии в Украине. Таким образом, решение вопроса референдума во всех смыслах пока откладывается, и бигборды господина Медведчука не теряют своей актуальности. Возникает вопрос об источнике финансирования такой продолжительной, уже больше года, напомню, и дорогостоящей рекламной кампанией, порядком подутомившей киевлян. Подробнее в нашем видеорепортаже. Ну, видя этот баннер, я могу сказать, что этот человек, который выставляется и является кумом Путина, он имеет свои личные интересы и хочет того же, что и все остальные политики. Лично я ему не верю, никакого народовластия он не хочет, и лично я считаю, что это обман. Что бы делало наше гражданское общество, если бы не иностранные гранты? Вот и очередной из них, выданный посольством Нидерландов, благополучно освоен МГО «Социальные инициативы по охране труда и здоровья» на Ниве усиления потенциала в разработке молодежного законодательства. За отчетным круглым столом специалисты по усилению потенциала обсудили многограничное социологическое исследование, одним из главных открытий которого стала информация, что лишь 12% молодежи Украины входят в какие-либо гражданские объединения, а об их существовании в родном городе знает не больше 48%. Не менее очевидным стали рекомендации экспертного совета по поводу изменений в молодежное законодательство. «Разработать, оживить, активизировать, воссоздать и снизить определение молодой человек с 30 лет до 28». Такое предложение поступило. Единственным не отраженным в медиаотчете вопросом остался один, во что обошлось подобное исследование и не следовало ли потратить его не менее молодежно, но более предметно. Например, на строительство спортивной площадки где-нибудь в Краматорске. И у нас есть видео. В принципе, это классично, это анализ документов, международных документов, стратегии, законодательства, нормативно-проводной базы, молодежных политиков из регионов и так далее. Опитывание молодых, молодых и экспертов, как на национальном и местном уровне. Наше исследование было якисно-колькосное. То есть опитывание молодых было, вгодно анкет, которые мы запомнили. Поколение от тяжелых инфекций, чтобы уберечь от серьезных болезней, в Украине остается открытым. Не последнюю роль в этом играют риски от качества вакцины. Да и профессионализм врачей, дающих отмашку вакцинации, оставляет желать лучшего. И это в то время, как человечество семимильными шагами движется навстречу качеству вакцин. Чем же подкрепляются страхи, связанные с иммунизацией? Ежегодно от инфекционных болезней в Украине погибает около трех сотен детей. Министерство охороны здоровья склонно объяснять такую смертность агрессивной антивакцинальной компанией СМИ и многочисленными отказами родителей от проведения профилактических прививок детям, но никак не приобретенными министерством у скандальной фирмы «Фармстандарт Биолик» вакцинами. В 2012 году от вакцин, которые Министерство здравоохранения закупало у этой фирмы, принадлежащей сыну министра Раисы Богатыревой, умерло 8 детей. Вакцины изготавливались со множественными грубейшими нарушениями производственной технологии, в частности, производство серии вакцины для профилактики гепатита B было проведено с нарушением утвержденного технологического регламента. Расследований по причине отклонений от установленных норм ни в одном случае не произведено. По данным различных СМИ, этот скандал с вакцинами стал одним из самых вопиющих преступлений, совершенных руководством Министерства здравоохранения, не говоря о том, что решение Минздрава о закупках лекарств за бюджетные средства у компании, принадлежащей сыну министра, содержит коррупционный подтекст. На сегодняшний день контроль за фармрынком Украины распределен между двумя структурами – Минздравом и Гослегслужбой. Благодаря этой конкуренции ведомств информация о преступных схемах хоть как-то просачивается в СМИ. В то же время государство не спешит делать конкурсные процедуры по госзакупкам лекарств прозрачными. Тендерный комитет пишет условия под конкретных победителей с незапамятных времен министра Онищенко. И неудивительно, что простые граждане задумываются о вакцинации в частных клиниках, хотя прививки частным порядком и стоят за облачных денег. С учетом обследования трехдневного наблюдения после прививки, анализом и консультациями. Тем же, кому такие расходы не по карману, остается только болеть с прививками или без. Смотрим наше видео. Порез вами находятся люди, которые имеют противопоказания на вакцинацию. Порез вами находятся люди, для которых та или иначе инфекция небезопасна, и она может прибегать тяжко. И наш гражданский бой заключается в том, чтобы не быть жерлом для тех, для кого эта хвороба особо небезопасна. Когда были спалахи разных инфекций, педеми, эпидеми, эпидеми, эпидемиологическую операцию, эпидемиологическую операцию, краснохи, проводилось много массовых иммунизаций с методом забегания дифтерии. Что было раньше, когда было 25 случаев инвалидизации Активисты Антирейдерского союза Украины пикетировали Министерство налогов и сборов и Кабинет Министров Украины. Участники акции требовали увольнения чиновников, которые работали в команде Александра Клименко и до сих пор остаются на высоких должностях в налоговой службе Украины. Александр Клименко исполнял обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Виталия Захарченко с 18 февраля 2011 года. В конце осени указом президента Украины Виктора Януковича был назначен председателем Государственной налоговой службы Украины, а в декабре был назначен главой вновь созданного Министерства доходов и сборов Украины. 27 февраля 2014 года Верховная Рада уволила Клименко с должности министра, а возглавляемое им ведомство решено было ликвидировать. В результате антирейдерский союз предпринимателей Украины не первый день проводит гражданскую акцию прямого действия, требуя увольнения чиновников, работавших в команде Клименко. Пока все вокруг говорят о люстрации и эффективной борьбе с коррупцией, эти люди остаются на высоких должностях в налоговой службе Украины. В частности, речь идет о Вячеславе Бусареве, который при Януковиче официально возглавлял департамент доходов и сборов с физических лиц Минздоха, а неофициально отвечал за организацию коррупционных схем по обналичке государственных средств и ручному возмещению НДС. Виктория Мальцева и Александр Кучеренко в то же время приглядывались за наиболее крупными районами Киева. Мальцева на посту начальника департамента обслуживания крупных налогоплательщиков Миндоходов отличилась непосредственным участием в организации незаконных проверок предприятий, а также реализации схем по обналичиванию государственных средств при помощи манипуляции налоговым законодательством. Возглавляя Главное управление Государственной налоговой службы Украины Печерского района столицы, она способствовала рейдерам. В частности, благодаря такому покровительству ООО столичное потеряло землю и недвижимость. Кучеренко, в свою очередь, трижды увольняли из государственной налоговой службы за банальную пьянку, но всякий раз восстанавливали в должности, а в марте даже повысили. В свободное от запоя время Кучеренко вымогал у предпринимателей взятки, ловко манипулируя нормами законодательства. Поскольку с увольнением Клименко ситуация с рейдерством и вымогательством в Украине на поправку не пошла, Антирейдерский союз решил предупредить правительство о том, что творится в доплесном ведомстве Государственной налоговой службы в Украине. Для этого активисты принесли клетку с крысами и выкрикивали лозунг «Долой крыс!». Крыс одолжили в городском зоопарке и обещали вернуть местному питону. Вот только одна из них уже сдохла под минздохом, была разодрана своими сородичами. Таким образом, еды у питона Кеши поубавилось. Что будет есть Кеша, если акция затянется в случае невыполнения требований, неизвестно. Смотрим видеосюжет. Вчера вечером в Донецке несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей напали на украинских активистов. Они догнали колонну с украинскими активистами и набросились дубинками, железными кольями и цепями, избивая всех подряд. Милиция не вмешалась. Многие жители Донецка, которые не участвовали ни в одной из акций, но были свидетелями происходящего, с возмущениями обращались к милиции и требовали объяснить, почему она допускает такие бесчинства в городе. И сегодня на мирно идущих людей, у которых в руках есть только флаги, могут напасть и зверски избить. Вчера сепаратисты захватили и пытали двух студентов, участвовавших в проукраинском митинге, и после чего записали видео, представив их бойцами правого сектора. По словам родственницы одного из студентов, ребята, студенты Донецкого национального университета, после участия в проукраинском митинге пошли в Центральный парк Донецка имени Щербакова. Неожиданно к ним подошли несколько пророссийских активистов, обыскали, и, найдя желто-голубую ленточку, привели в здание захваченной Донецкой областной государственной администрации. Далее цитирую. Привели в облгосадминистрацию, раздели, сняли брюки, били по коленям, резали пятки, пытались резать пальцы, поставили на колени, били палками по голове, пока парни не оказались в практически бессознательном состоянии. Затем их закрыли в комнате, положили перед ними два пистолета, визитку Дмитрия Яроша, и стали проводить видеосъемку с комментариями, что якобы задержаны активисты правого сектора, рассказывает родственница пострадавших. Студенты отрицали, что имеют отношение к правому сектору, однако сепаратисты выключили видеокамеру снова, их избили, и потом оказали первую медицинскую помощь, забинтовав головы, и выгнали из облгосадминистрации. После возвращения домой студенты, чтобы как-то оказать себе медицинскую помощь, сразу обратились в Ворошиловский РОВД города Донецка, и написали заявление по факту, ну, с целью написать заявление по факту издевательств. Но дежурный следователь в РОВД, который, кстати, был с Георгиевской ленточкой, прямо им сказал, хотите пишите, хотите не пишите, но все равно здесь скоро будет Россия. Вот такое заявление услышали студенты в ответ. Вопрос, поддерживает ли Ренат Ахметов сепаратистские движения на востоке Украины, и в какой степени остается открытым. Активисты Майдана с помощью граффити в очередной раз пытались привлечь внимание наиболее влиятельного дончанина к этой ситуации. Смотрим в видеосюжете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А тем временем на Майдане продолжается жизнь, понятная и привычная большинству жителей Украины. Пришла весна и пришло время садить картошку. Картошку на Майдане пока еще не высадили, но вот бойцы 14-й сотни из Коломыев скопали небольшой участок земли, на которой раньше был газон, и высадили там зелень и овощи. Огородом занимаются только мужчины, женщин и девушек в коломейском городке практически нет. И в будущем майдановцы обещают оставить огородик киевлянам, как символ плодородия и развития сельскохозяйственной отрасли. Подробнее в нашем видеосюжете. Морку, капусту, хрин! И бурячу! И бурячу! И бурячу землю, скопать ее, добриться всем перехнием, посадить очень хорошие насыщения, а потом уже доглядать, поливать и радоваться.